Сегодня в программе Этнокрым. Ёлка дружбы. Самое долгожданное событие маленьких крымчан. Веселый, задорный, радостный праздник, который объединяет всех детей разных национальностей. Как в солнечной Эладе и в стране Кариды празднуют Новый год? Мы, испанцы, берем 12 наградин и под каждый бой часов загадываем желание. Какие еще интересные новогодние обычаи существуют в мире? В Крыму прошел ежегодный конкурс на знания армянского языка и культуры. В рубрике «Лица» гениальный комик с выдающимся носом и печальными глазами. Смотрите, какие у него глаза. Висячи где-то вот так. Главные итоги уходящего года в многонациональном Крыму. «Елка дружбы» – именно так назвали новогоднее театрализованное представление организаторы праздника. Волшебная атмосфера сказки, игры и конкурсы, выступления национальных творческих коллективов – все это ожидает маленьких зрителей. Здесь собрались армяне, крымские татары, украинцы, греки, азербайджанцы и другие представители народов, проживающих в Крыму. По словам организаторов, цель праздника – помочь детям разных национальностей и культур сплотиться и обрести новых друзей. Скажите, как шла подготовка к празднику и что сегодня ожидает деток? Вы знаете, мы целый год готовимся к этому празднику, потому что мы тоже внутри немножко дети и ждем каких-то ярких впечатлений, волшебства. И сегодня у нас веселый, задорный, радостный праздник, который объединяет всех детей разных национальностей в одну такую красивую, дружную, многонациональную семью. В школе Дворца профсоюзов для детишек проводятся мастер-классы. Здесь каждый ребенок может выявить свои творческие способности. Расскажи, пожалуйста, что ты узнал сегодня нового на занятиях? Я узнал, как делать цветы. А ты подготовил подарки уже под елочку? Ну, надо будет елочку наряжать. Ты еще не нарядил? Нет, даже весьма не написал. Какие работы сейчас актуальны? Для девочек ободочки со снежинками и всякие новогодние. Ну и дедорос, и снегурочка, ангелы можно делать, елочку, шапочки надо. Пройдя дальше, мы увидели выставку работ мастеров декоративно-прикладного искусства. Изделия из керамики, игрушки новогодней тематики и национальные куклы. Мое внимание привлекли народные игрушки. Расскажите, пожалуйста, к какой культуре они относятся? Мои игрушки относятся к русской народной культуре. Это мотанки. Мотанка, это называется радость. Когда ручки вверх у куколки, она излучает радость. Вот у меня мешочки из лаванды. Траву вы сами собираете? Да, траву я собираю сама. Она у меня растет на моем огороде. Все я собираю сама, режу. В преддверии Нового года, конечно, людям хочется какой-то сказки, поэтому мне хочется придумывать что-то интересное. Хорошо, вот тут веночки они украшают дом. Какие основные материалы вы используете? Я стараюсь использовать более натуральные материалы. Это древесина, кора, шишки. Ну и плюс, конечно, новогодний разный декор. А вот Эльмира Хайрулаева поразила гостей праздника своими куклами в национальных нарядах. Изготавливая их, мастерица воссоздает истинный традиционный крымско-татарский костюм. Чем сегодня будете удивлять зрителей? Во-первых, новую работу я сделала в танец Харан. Это коллективный танец, где женщины и мужчины танцуют вместе. Мы знаем, это наш традиционный танец. Я хотела здесь показать, как бы дети уже готовы, они умеют это. И, конечно же, своеобразие костюма. Ежегодно этот праздник собирает десятки крымских детей. И этот год не стал исключением. Зал постепенно наполняется зрителями. Все они в ожидании новогодней сказки. И вот всего несколько минут. И сцена наполняется светом, музыкой и праздничной атмосферой. Артисты умело включают в игру зрителей, делая их соучастниками сюжета представления. А теперь еще быстрее. Готовы? Поехали! На елках иголки тонкие, иголкие, а пеньки смолистые, литкие, душистые. Стройная, пушистая, пелка серебристая. А пеньки с пучками, а пучки с пучками. Игры, танцы и песни – все это оставило в сердцах детей и взрослых яркие и незабываемые впечатления. Цвет настроения красный Папа, Ноэль и Мариска. Сегодня мы расскажем вам о том, как в стране Кариды и Фламенко празднуют Новый год. Страна яркого солнца, неповторимой кухни и экстравагантной культуры Испания, как и большинство стран мира, встречает Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Но новогодние обычаи в большинстве своем продолжают рождественские. Их разделяют опять же на три праздника. Первая – это Ночь Буэна, это Сочельник. Потом Новый год и уже идет Рождество с 5-6 января. Новый год для них немножко так просто праздник. Не такой теплый, как у нас. Здесь мы собираемся за семейным столом, а любим торжество, находиться в семье с друзьями и огромное обилие блюд на столе. В Испании такого совершенно нет. Даже если где-то по отдельным регионам поискать или по семьям, там тоже такого не найти. То есть привычное нам оливье, там это отсутствует. Просто есть легкие закусочки, есть небольшие салатики и самое главное – это морепродукты и вино. И это далеко не единственная особенность. После небольшого семейного ужина испанцы отправляются на центральную площадь города, взяв с собой небольшие пакетики с 12 виноградинками. Мы испанцы, берем 12 виноградинок и под каждый бой часов загадываем желание. И самое главное – съесть виноградинку под каждый удар. То есть 12 ударов – 12 виноградинок, 12 желаний. 12 месяцев в году мы едим виноград, и этот месяц должен сбыться, в этом месяце должно произойти это желание, которое мы загадали. Возникла эта традиция совершенно случайно, в недалеком XIX веке. В одном из провинциальных районов Испании выдался небывалый урожай винограда. Местным жителям пришла идея отвезти его в канун Нового года на главную площадь в Мадриде и раздать всем собравшимся бесплатно. И так получилось, что у каждого, кто пришел повеселиться, в руках оказалось по грозди винограда. Со временем это стало ежегодной традицией, поскольку виноград для испанцев – символ благополучия, процветания и богатства. Обилие красного цвета – еще одна необычная традиция испанцев в новогоднюю ночь. Это является традиционным цветом, и этот цвет привлекает удачу, благополучие и деньги. Испанцы обязательно должны на Новый год или в канун Нового года носить на себя красное белье, носки, майки или подтяжки. Это обязательно. Испанцы к этому цвету очень приемлемы. Во-первых, из-за вина, потому что алый цвет, но они в основном делают это из красного вина, из красного винограда, и относятся к нему как-то с таким восхищением. Неприемлемый – желтый цвет. Для них это цвет бедности, болезни, и если человек идет в желтой одежде навстречу, то с ним просто не будут общаться даже. Как же будут встречать они этот год? Год желтой свиньи. В чем же они будут встречать? В красной одежде. Все взрослые и дети в новогодние праздники и Рождество ждут чудо и подарков. Если в России принято оставлять различные украшения и сладости под елкой, то в Испании на подоконнике. Привычный Дед Мороз. Его в Испании называют Папа Ноэль или Аленцеро. Это, скажем, одно и то же практически, но есть разница. По регионам это отличается. Теперь возьмем историю, как это произошло. Давным-давно в лесу фея нашла младенца Аленцеро, то есть Папа Ноэля, и отдала его семье, пожилым людям, которые не имели возможности детей. Папа Ноэль находился долгое время с ними, и, к сожалению, родители его умерли. И чтобы менять свою боль, заменить эту грусть, он начал изготавливать детские игрушки и дарить их детям. Однажды Папа Ноэль спасал детей из пожара, но не выжил. А фея пожелала, так как он был хороший персонаж, пожелала, чтобы он жил вечно и дарил детям и людям радость. Поэтому, когда вы встречаете на балконе или на подоконнике подарки, знайте, что это Папа Ноэль оставляет. Самым главным праздником для детей в Испании является не столько Рождество и Новый год, сколько День Трех Королей, отмечаемый в ночь на 6 января. Лос Рейс Магос – это три волшебных короля. Они спускаются, делают этот красивый карнавал в Барселоне. Спускаются с большой лодки и выбрасывают конфеты в толпу. Детишки с пакетиками собирают эти конфеты, и кто больше соберет конфет, тот непосредственно будет счастливее. К выбору подарков испанцы относятся просто. Детям в основном дарят мягкие игрушки, а взрослым – корзинку с едой, объясняя это тем, что лучше съесть, чем увидеть. А вот украшению домов и улиц придают особое значение. Наверное, процентов 30 испанцев привыкли к тому, что они видят новогодние елки, и они ставят их дома, также украшают. Но в основном испанцы украшают свои дома, фасады, лужайки, и тем самым меряются с красотой своего презентабельного дома между другими. А по поводу елки ее заменяют рождественским домиком. Рождественский домик на лужайке с множеством маленьких игрушек, где уже есть и Иисус, Мария, Иосиф. А вот эти все волшебники, которые помогают папу Нуэлю раздавать подарки. И эти, на самом деле, игрушки очень ценные для них. Они перейдутся часто по наследству. Также они в Испании очень дорогие. Чтобы их приобретать, это очень затратно. Поэтому они их хранят. У некоторых людей очень большая коллекция этих игрушек. Наверное, даже переданных от своей бабушек и дедушек. Наверное, из поколения в поколение, как фамилия, и продаются также все остальное по традиции. Рождественских и новогодних традиций в Испании огромное количество. В каждом городке и провинции они свои. Но всех объединяет одно – тепло домашнего очага. Калятка Айос Василийс Эрхете – одна из самых знаменитых в Греции. В ней рассказывается о том, что святой Василий придет в новогоднюю ночь с подарками для детей. В солнечной Элладе именно этот святой является нашим Дедушкой Морозом. Понтийский грек Василий, будучи епископом кисарийским, был первым, кто установил традицию дарить подарки в Новый год. Но это не самая главная заслуга священнослужителя. Еще при жизни его прозвали великим в благодарность за огромное количество добрых дел, которые он совершил. Сегодня же 1 января дети с нетерпением ждут подарков от святого, Василия отмечают именины, а в семьях стараются не забыть сделать обязательные традиционные праздничные ритуалы. К примеру, перед рождественскими и новогодними праздниками хозяева зажигают ладан, чтобы защитить свои дома от злых духов. В полночь глава семьи разбивает плод граната об каменную стену, и чем больше зерен разлетится, тем более богатый и счастливый год ожидает их семью. Интересно, будучи связан с камнем. В первые минуты наступившего года следует положить его у порога дома. В гости также можно брать с собой камни. Тяжелый в случае пожелания такого же большого богатства, легкий, как пожелание болеть, также мало. Огромное значение уделяется традиции подарику. Очень важно, чтобы первым человеком, который переступит порог дома в Новый год, был ребенок и желательно мальчик. От этого зависит благополучие всей семьи. И, конечно же, особое место в новогодних мероприятиях занимают театральные постановки, которые разыгрываются прямо на улице городов и сел мамогерами. Они танцуют, исполняют частушки и в целом создают праздничное настроение у людей. Зачастую основными персонажами представлений являются дед со старухой, невеста, доктор, медведь и чертята – каликанзары. Самое главное блюдо на новогоднем греческом столе – это специальный пирог Василопита, который печется накануне торжества в честь святого Василия. Начинка могла быть разная. Это могла быть и сладкая начинка, это могла быть и мясная начинка. Это в зависимости от того, как хотели члены семьи. И где-то между этими коржами мать обязательно закладывала монету флори. И когда наступала полночь, отец посыпал стол конфетами, чтобы не ссорились сладкие речи, говорили друг другу монетами, чтобы был достаток в доме, и зерном, чтобы был хороший урожай. После этого он начинал разрезать пирог. Резать Василопиту имел право только хозяин дома, предварительно сделав над ним три раза крест. Первый кусочек всегда ставился под оконой – это святому Василию. Второй кусочек – на счастье дома. Третий доставался главному члену семьи – дедушка, потом бабушка, потом отец, мать и по старшинству всем детям. Последний кусочек обычно не забывали о животном, который кормит семью. Это, например, могла быть корова. Если в этом кусочке была монета, которая доставалась, например, святому Василию и на счастье дома, это был очень благополучный знак. И, конечно же, вся семья радовалась. Каждый хотел получить эту монету. Но не просто он должен был ее спрятать где-то и ждать, когда исполнится его заветное желание. Нет, он должен был пойти в церковь или поставить свечу за хорошее дело, или же отдать человеку, допустим, тому же путешественнику или нуждающемуся, эту монету, как бы делая добро, добро тебе вернется, считалось. Таких традиций в Новый год придерживаются жители Греции. О том, как в других странах отмечают новогодние праздники, мы расскажем в следующем сюжете. В каждой стране есть свои веками сложившиеся уникальные традиции. Сегодня в рубрике «Факты» мы рассмотрим самые интересные и необычные из них. Самый травмоопасный Новый год проходит в Италии. В этой стране издавна существуют обычаи выбрасывать ненужные старые вещи. И если бы итальянцы их выносили к мусорным бакам, так нет же. По традиции все вылетает из окон домов. Видимо, стало дорого обходиться местным жителям данной обычай, поскольку с каждым годом летящих кресел и стульев становится меньше. А вот вторая новогодняя традиция по сей день широко распространена. Итальянцы обязательно носят вещи и аксессуары красного цвета. И неважно, это пальто, нижнее белье или заколка. Аргентина в Новый год становится бумажной. Аргентинцы, как и итальянцы, также любят все выбрасывать из окон. Правда, в этой стране сотрясение мозга никому не грозит. Согласно местной традиции, выбрасывают ненужные журналы, газеты и различные бумаги. Но больше всего жители Аргентины любят избавляться от старых счетов за прошедший год. В Австрии на Новый год люди дарят друг другу свинок. Австрийцы считают свинку символом безбедной жизни. Но этой традиции придерживаются относительно недавно. А раньше все жители Австрии перед Новым годом находились в поисках трубочиста. Увидеть его считалось очень хорошей приметой. Самый пикантный Новый год отмечают в Болгарии. Ровно в полночь эта страна погружается в темноту и наступает время праздничного поцелуя. Обмениваться поцелуями можно также и с малознакомыми людьми. На эту замечательную традицию отводится три минуты. Тайну новогоднего поцелуя праздник непременно сохранит. Также в этот день можно без стеснения чихать при всем честном народе. Хозяева дома будут вам бесконечно признательны, так как это по преданию принесет удачу их семье. Самый спортивный Новый год проходит в Центральной Африке. В регионе Кот-Дивуара помимо ритуальных танцев есть интересный обычай – бег на скорость с куриным яйцом во рту. Победитель тот, кому удалось первым добраться до финиша, не разбив яйцо. Лови волну. Именно под таким девизом проходит встреча Нового года в Австралии. Там нет ни снега, ни елок, зато солнца и океана в изобилии. С доской для серфинга и в традиционном костюме Санта-Клауса все желающие австралийцы пробуют перепрыгнуть через волну семь раз. У кого получилось, тот большой молодец. В Англии и Шотландии уже 1500 лет действует традиция первой ноги. И если в Греции с наступлением Нового года первым в дом должен зайти мальчик, то в этих странах хозяева и особенно незамужние хозяйки ожидают приход молодого симпатичного брюнета. Это им сулит помимо приятной компании счастье и удачу в финансах. А для большего успеха молодой человек должен принести в дом не только деньги, но и соль, уголек, кусочек хлеба и фляжку виски. Новый год в Венгрии можно охарактеризовать фразой «Гори, гори ясно». Не удивляйтесь, если в новогоднюю ночь на улицах и на центральной площади городов вы увидите костры с горящими соломенными чучелами. Их называют козлами отпущения. Венгры верят, что такое действие защищает их от бед прошедшего года. В Перу вы не увидите ночью костры, однако гулять все равно может быть опасно и особенно неженатым мужчинам. В это время девушки бродят по улицам с ивовыми прутиками в поисках суженого. По обычаю, ее женихом должен стать тот молодой человек, которому будет ею предложено взяться за прутик. Парни в это время наслаждаются наступившим Новым годом с чемоданом в руках, поскольку, согласно перуанской традиции, тот, кто в новогоднюю ночь обойдет весь свой квартал с чемоданом, отправится в желаемое путешествие. И завершает наш список самых интересных новогодних традиций – японские обычаи. Нам эту страну и менталитет ее жителей понять сложнее всего. К примеру, японцы в новогоднюю ночь не празднуют. Они тихо и мирно ложатся спать, чтобы вовремя встретить новогодний рассвет. А перед тем, как лечь в кровать, японцы слушают звон колоколов. Причем они звенят 108 раз. Удары колокола обозначают один из шести человеческих пороков – легкомыслие, глупость, жадность, злость, зависть и нерешительность. А ударов 108, поскольку, по мнению японцев, каждый порок человека имеет 18 оттенков. Не увидеть в Японии и новогодней елки. Вместо нее стоит кадумацу, то есть сосна у входа. Состоит этот новогодний атрибут из бамбука, сосны и рисовой соломинки, украшенные папоротником и ветками мандарина. Вот так в разных странах встречают долгожданный Новый год. Возможно, кому-нибудь понравятся некоторые традиции. Поэтому не удивляйтесь, если в ночь с 31 декабря на 1 января вы увидите на улицах крымских городов гуляющих ребят с чемоданами, горящие чучела, вылетающие из окон чеки и турниры по бегу с яйцом. Домики, деревья, вагоны поезда и рождественская деревушка. Ученики Симферопольских школ подготовили настоящий парад адвент-календарей. Адвент – это время ожидания Рождества Христова, которое начинается за четыре недели до праздника. А самой известной предрождественской традицией, полюбившейся всему миру, является адвент-календарь, с помощью которого дети отчитывают оставшиеся дни до заветного праздника. Это уже второй парад календарей школьников, который проводит городской методический центр совместно с библиотекой имени Франко. Главная цель выставки – рассказать детям о традициях тех стран, языки которых они изучают. В этом году в конкурсе «Адвент-календарей» приняло участие 173 ребенка из 29 школ города. То есть практически каждая вторая школа поучаствовала в этом конкурсе, и всего было прислано на конкурс около 100 работ. Большинство из них на английском языке, больше 70-20 с небольшим работ на немецком и 3 работы на французском. Мне они особенно дороги, потому что французского, к сожалению, у нас немного изучается в городе. Вот есть такие совместные работы, есть англо-немецкие, англо-французские работы, что говорит о том, что для детей, которые принимают участие в таком конкурсе, язык – это не школьный предмет. Язык – это часть их жизни. Язык – это инструмент получения удовольствия от изучения традиций, ну и вообще просто получения удовольствия от жизни. «Адвент-календарь» – это календарь, который был сделан в Европе, в Германии. Его сделала мама Герхарда Ланга для того, чтобы ее сын знал, сколько дней, сколько времени осталось до Рождества. Этот календарь был в виде домика с окошками, которые были пронумерованы, и в них были разные сладости и пожелания, и задания. Потом, когда Герхард Ланг вырос, он издал свой календарь на подобие маминого. Сегодня календари изготавливают из всевозможных материалов – картона, фетра, цветной бумаги и даже глины. Это только ручная работа. Снизу находится картина, которую рисовал мой брат. Там находится рисунок. Обклеено это все ватой. Тут из глины написано имя, ну, кто сделал, какой класс. Это сделано из тоже глины, только обожженной. Это все зачищалось, и до обжигания глины там подавливались цифры. А потом это все склеивалось. Основа – это картина, которую я забрала у мамы. Она вся в лаке. Мешочки я сшила сама. Вышила каждую цифру и положила уже то, что мне по-другому дал брат. Его любимые сладости, задания и пожелания на Новый год. Каждая работа уникальна по-своему. Ведь сделана руками в единственном экземпляре. Правда, кому-то помогали родители и учителя, кто-то мастерил самостоятельно. Здесь у меня есть 14 заданий на 14 дней, которые моя младшая сестра должна выполнять до Рождества. Здесь находятся конфетки и разные открыточки, с помощью которых она может угостить своих друзей, а также их порадовать. Или, например, восьмое задание, где она должна отгадать загадки. Мне кажется, это сделает ее дни более веселыми и насыщенными. Мы выполняли работу под названием «Christmas Maison». Наша работа выполнена в двух языках. Это французский и английский. Мы решили сделать домик не как все в форме, просто в форме домика, а более креативным. Поэтому у нас на втором этаже находится небольшая комнатка. А первый этаж может вот так вот открываться. Закрепляется. И здесь у нас, собственно, сам календарик. В каждом отсеке есть маленькие записочки. Записки с заданием или с пожеланием? Записки с пожеланием и веселыми стихами на английском и на французском языках. Также у нас есть маленькая коробочка для друга дополнительная, чтобы всем досталось какой-то сюрприз или пожелание. В конкурсе «Парад адвент календарей» приняла участие Катерина Спиридонидис, приехавшая в Крым из Германии два года назад. Она, как никто другой, знает о традициях подготовки к Рождеству. Существует до Рождества определенное время, которое называется «адвент сайт». И в это время происходит много событий. Например, люди в семьях, да и в одиночку делают «адвент с кранц». Это рождественский венок, который состоит из веточек, елок, из шишек. И в нем обязательно четыре свечи. Каждая из них зажигается. На определенный адвент. Ну, то есть, проходит неделя, это один адвент, вторая неделя, третья, четвертая. И когда четыре свечи уже горят, наступает само Рождество. Также до самого праздника есть «Хайлих Абн». Это сам сочельник, который очень всех всегда радует. И это самое такое вот время, когда все собираются и вместе сидят. Готовят, например, «Штольн-кухн». Это пирог, в котором обязательно находятся изюм, разные сухофрукты. И в котором посыпается «Фурацука». Это сахарная пудра. Ну, и, конечно же, сами «Вайнерсфайотага» в рождественские дни, в которые очень все радуются, конечно, и празднуют этот приятный праздник. Рождественское время особенное. Люди с головой окунаются в праздничную суету, делают подарки родным и близким, устраивают теплые семейные встречи и верят, что их самые заветные желания обязательно сбудутся. Здесь не ставят оценок, не выискивают слабые места в ответах учеников, а дают возможность каждому показать свои достижения в учебе. Конкурс «Ахпюр» – это своеобразный экзамен среди учащихся армянской школы имени Габриэла Айвазовского. И проводится он в Крыму не впервые. Конкурс «Ахпюр» – родник. Первый раз был проведен в 1998 году. Потом года два мы конкурс не проводили и возродили конкурс в 2000 году. С этого времени мы его проводим каждый год. В этом году – 18-й раз. Хотя в целом конкурсу в этом году 20 лет – юбилейный год, можно сказать. В этом году в конкурсе приняло участие 38 детей из двух симферопольских школ, в которых преподается армянский язык. Изучать армянский язык и основы армянской культуры в Крыму стало возможным с 1999 года. Занятия в армянской школе проходят в стенах государственных образовательных учреждений Крыма, где созданы необходимые условия как для проведения уроков, так и разнообразных мероприятий. Мы пошли в армянскую школу, потому что в основном мои дети часто общаются с родственниками. Много родственников живет в Крыму. Очень большое количество родственников находится в Армении. Мы в будущем планируем туда поехать. Поэтому в связи с этим мы считаем в нашей семье необходимым изучение армянского языка как родного языка, так и русского языка. На сегодняшний день армянский язык в Крыму преподается в городах Симферополь, Евпатория и Ялта. Мы надеемся, и это пожелание к Новому году, что армянские группы изучения армянского языка в общеобразовательных школах или в воскресных школах в любой виде будут созданы. В Керчи, в Феодосии, в Ялте вас создано, желательно в Саках, в Жанкое, в Армянске, там, где у нас эти, в Судаке, там, где у нас эти группы и школы существовали. Рейтинг успешности в совершенствовании родного языка оценила независимая жюри. Ну а добрые слова поощрения и, конечно, призы получили все участники конкурса Ахпюр. Его обожал весь Советский Союз, а в родной Армении артиста буквально носили на руках гениального комика с выдающимся носом и печальными глазами. Нет с нами уже 25 лет. Он после себя оставил столько фильмов, что до сих пор все смотрят и радуются. Фрунзе Макарчан, пожалуй, самый известный и обожаемый многими армянин. На родине, в Армении, его считали национальным героем. Слава его, впереди его шел. Его, как выделили, народ, если даже им настроение, даже когда было плохое, там, скажем, они все равно улыбались. Так сказать, он как свет приносил народу. Он когда ходил, уже шум поднимался, вот такой низкий гул. Он идет, он идет, фрунзик идет, фрунзик идет. И все так смотрели на него и улыбались. Незабываемые образы в кино и на сцене. За всю актерскую карьеру Макарчан снялся в более чем 35 художественных фильмах около 30 лет, проработал в театре. Легендарного актера обожала вся страна. Первый большой успех пришел к нему после «Кавказской пленницы». Так вот, что я тебе скажу. Да не перебивай, когда с тобой разговариваешь. В общем так, или выйдешь оттуда с женой товарища са... Ах, какого жениха? Или вообще не выйдешь? Популярность фрунзика Макарчана и любовь зрителей росла с каждым фильмом, в котором он снимался. Вероятно, платой за всеобщее обожание стала трагичная судьба великого актера. Родился будущий известный актер 4 июля 1930 года в Армении в городе Ленинакан в многодетной семье беженцев, спасшихся от геноцида армян, в семье простых рабочих местного текстильного комбината. Чтобы творческо понять, надо знать, где он родился. Он родился в Ленинакане. Это город мастеров, город юмористов, город сатириков. Оттуда вышли такие люди, что невозможно, понимаете, чтобы, если, скажем, Карабахи генералы выходили, а оттуда выходили актеры, писатели. И все собрались в Ереване. Вот где-то рождались и проходили в Ереван как столицу. И столица уже воспринимала их как цветков, из округов, из районов, из губерн, скажем. Актерские способности Фрунзик проявлял с детства. Позже он поступит в театральный институт в Ереване и уже со второго курса начнет играть в театре имени Сундукяна. Дебютом в кино в 1955 году стала эпизодическая роль в фильме «В поисках адресата». Впоследствии за Макарчаном закрепится комедийная амплуа. Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему? Да, испытываю. Он мне сказал, такую лишнюю неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу. Он драматический актер. Он хотел играть трагедию больше всего. Между прочим, его характерное лицо, его глаза, когда смотришь, у него драматические, не смеющие глаза. Почему, говорили, у него глаза не смеются? Вот, если смотрим, вот смотрите, какие у него глаза. Вот, висячий где-то, вот так, как будто человек грустит. Вот это, ему не надо было играть. Его лицо уже характерно, такое, драматическое. Но когда он начинался, начинал говорить, тогда уже юмор появился. Он много не любил говорить, он фразами. Вы видите, что монологов у него таких больших нет в фильмах. Он мог фразами, вот такой, чисто Лен-Наканская, фразу юмористическую такую бросить и все. Вы знаете что? Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь. Несмотря на то, что актер постоянно шутил, и улыбка не сходила с его доброго лица, в личной жизни Макарчан был глубоко несчастлив. После непродолжительного первого брака он женился на студентке театрального института Донаре. Вскоре у пары родилось двое детей – сын Вазген и дочь Нуне. Семейное счастье Макарчанов омрачило болезнь Донары. Приговор врачей был страшен – тяжелая форма шизофрении. Болезнь практически не поддавалась лечению. Остаток жизни Донара проведет в психиатрической больнице, оставив мужа с двумя детьми. Из-за проблем с семьей актеру не раз приходилось отказываться от ролей в кино. Но в конце 70-х Фрунзик блестяще сыграет свою триумфальную роль в фильме «Мимино». За эту работу он удостоился Государственной премии СССР. Позже обнаружится, что сын Вазген унаследовал от матери ту же тяжелую болезнь. Попытки Фрунзика вылечить его были тщетными. Макарчан пытался вновь наладить семейную жизнь женившись в третий раз. Но, увы, и этот брак не принес актеру счастья, тоску и отчаяния. Легенда советского кино заливал выпивкой. Он почти перестал сниматься в кино, ушел из театра. А 29 декабря 1993 года актера не стало. Он скончался от инфаркта в возрасте 63 лет. Смерть народного героя стала для армян настоящей трагедией. 31 декабря тысячи людей провожали его в последний путь. Далее в программе. Главные итоги уходящего года в многонациональном Крыму. 2018-й подходит к концу, а это значит время подводить итоги. Этот год ознаменовался как время больших строек в Крыму. Это и открытие аэропорта Симферополь, запуск автомобильного движения по Крымскому мосту, строительство трассы Таврида и многое другое. Активно продолжают развиваться и национальные общины полуострова. Начаты масштабные реставрационные работы в уникальном Бахчисарайском ханском дворце. А грандиозная строящаяся соборная мечеть в столице Крыма уже признана самой большой в Восточной Европе. Ведется строительство 19 многоэтажных домов для реабилитированных народов. Также в этом году состоялось открытие детского сада в микрорайоне Фонтаны. С 2014 года более 460 семей уже получили ключи от новых квартир. Жили 4 человека в одной комнатной квартире, 16 квадратных метров. Теперь у каждого ребенка будет по своей комнате. У меня будет наконец-то своя комната, где я хоть буду спокойно отдыхать. Также государство оказывает материальную помощь на завершение строительства индивидуального жилья. Решили написать заявление. Написали заявление. Спасибо им большое. Не отказали. Аллахашкур. Все получилось. Я деньги получил, деньги уложил. За последние 4 года много удалось реализовать. Но несмотря на это остается ряд нерешенных проблем. В некоторых массивах компактного проживания реабилитированных народов вовсе отсутствуют элементарные блага цивилизации. А что касается дорог, то их вовсе нет. Поэтому по предложениям городов и районов сформирован и учрежден перечень из 74 объектов капитального строительства. Осуществление этой программы позволит наладить инфраструктуру поселков. Плановая работа идет. По результатам этого года у нас мы имеем порядка около 10 объектов линейных. Это точно так же проведены были газ, свет, вода. Линейные наши объекты в местах компактного проживания. В деле сохранения и развития языков народов Крыма важную роль играет деятельность медиа-центра имени Исмаила Гаспринского. Более 30 книг были изданы только за этот год, из которых 15 на крымско-татарском языке. Вместе с этим медиа-центр выпускает 9 национальных газет и журналов. Самое главное, что все эти СМИ, и печатные, и непечатные, они направлены на сохранение самобытности, идентичности каждого народа, как крымско-татарского, так и всех остальных, которых мы представляем. В этом году широко провели более 200 мероприятий этнокультурного характера. Масштабно и ярко прошли Дни культуры, отмечены памятные даты и национальные праздники, как Хадерлес, Трифонзаризан, Панаир, День Охи. А веселый армянский праздник Вардавар уже полюбился всем крымчанам. Очень все трогает, очень все трепетно, очень все хорошо сохранено. И, конечно, то, что сегодня я попала на такой праздник, Вардавар, и, конечно, то, что здесь вот так вот все сохранили, 13 века. Как-то вот проникаешься и этой водой, и этой тишиной. Как частица цивилизации определенной становишься. Также в этом году прошел второй всероссийский межнациональный молодежный фестиваль «Крымский маяк», благодаря которому гости и жители Ялты очередной раз ближе познакомились с многонациональной культурой нашей необъятной страны. Нам очень важно наполнять наш сезон, традиционный туристический сезон, большим количеством различных ярких событий. И вот фестиваль «Крымский маяк» – это как раз-таки одна из тех точек притяжения, которые может привлекать сюда людей. 2018-й ознаменовался столетием со дня выхода первого выпуска газеты «Ян и Дюнья». Это единственная газета в мире, которая выходит полностью на крымско-татарском языке. За свою вековую историю газета трижды меняла название и алфавит. Газета «Ян и Дюнья» на протяжении многих лет является одним из популярных печатных изданий и вносит значимый вклад в сохранение крымско-татарского литературного языка. Отражая на своих страницах историю, культуру, традиции и обычаи нашего народа, газета освещает важные события в политической, экономической, социальной и культурной жизни нашей республики. Темы в нашей газете разнообразные. Это и культура, язык, искусство, история и социальные проблемы. Стараемся охватить все возможные темы, чтобы как можно больше привлечь читателей, чтобы им было интересно. Уходящий год доказал, что многонациональный Крым является ярким примером того, как огромное количество народов могут дружно уживаться на относительно небольшой территории и сообща строить прочный фундамент будущего полуострова. Редактор субтитров А.Семкин